Цветет жасмин. Цветки его очень целебны, особенно когда вы добавляете в чай. Кстати, полезно женщинам, которые худеют. А свойства жасмина, особенно цветков, написано очень много в народной медицине. Но также применяют в целебных свойствах и корень, кору, листья. Но мне приятнее цветки. С таким очень нежным ароматом в чае. Просто великолепно чувствуется этот вкус. И не нужно никаких магазинов чаев, особенно когда я покупала зеленый с жасмином. Тоже приятный, но это совсем другое дело. А здесь посмотрите, сколько цветет жасмин. Набирай цветочки, суши и пользуйся всю зиму. Самое главное не лениться. А я думаю, что жасмин цветет сейчас во многих местах. Вот этот кустик прям вообще просто великолепен. А рядом и цикорий. Цикория тоже очень много. Правда, здесь собачки гуляют. Можно найти цветочки, которые повыше. И собачки до них не достают. Вот он, видите, очень полезный цикорий. Вы знаете, что тем, кому нельзя кофе, есть порошок, приготовленный из цикория. Заменитель кофе. Сама не пробовала. Ну, вот моя мама пила его. А сколько возле дома подорожника. Это же ведь тоже народная медицина. Ребята, просто мы проходим мимо. Покупаем лекарства дорогущие. А ведь все у нас под руками. Ну, вот жасмин. Еще есть чубушник, который родственный жасмину. Вот я не знаю, это именно жасмин или чубушник. Но, по-моему, вот этот кустик, это жасмин. Крупные цветочки, запах своеобразный. Кора. Конечно, цветочки лучше рвать или рано-рано утром, до расцвета солнца. Или ночью. Вот они вот такие. Спасибо.